Друзья, как я вам обещал, я вам покажу сегодня очень интересную яхту от Верфи в Раке. Это пилот-салон 42 размера, 42 фута. Я очень надеялся, что наш коллега и мой знакомый Юрий Котляр сможет показать нам эту яхту. Он представлял эту марку в Дюссельдорфе, но ему пришлось сегодня вылетать неожиданно раньше. Назовем это так форес-мажора. Поэтому я сам похожу, так как, в общем, оговорюсь, что год назад Юрий меня водил по этой яхте. Я постараюсь вспомнить и рассказать вам самое интересное, что я тогда запомнил. Друзья, и вот мы на стенде в Бараке. Тут откинут задний борт, платформа для купания. Здесь, видите, крепление для лестницы, видимо, чтобы можно было легко взобраться на борт яхты. Здесь отличный отсек сзади предусмотрен для спасательного плота, как я понимаю. На мой взгляд, он сюда точно должен входить. Есть откидная ступенечка, видимо, которая очень легко откидывается. Видите, как сзади есть подключение к причалу. Душ для омовения, скажем так, на заднем бороду. Управление этим душем. Все вот выведено прямо под скамеечки спереди. Сейчас мы попробуем заглянуть, что у нас находится. О, здесь у нас открывается сразу между сиденьем и посередине большой рундук. Ну, это, видите, как из-за того, что яхта имеет два рулевых пира, это позволяет центру использовать под хранение вещей. Да, рундук большой, люк достаточно большой, скажем так. Так что, места для хранения сзади предостаточно. Так, закрываем этот люк. Так, и так, мы поднимаемся на бой. Что мы видим? Сразу есть вот такая вот сиделочка с небольшимундучком. Она подъемная. На ней можно сидеть и улить за передней панелью. Передняя панель у нас имеет плод Air Marine, автопилот и управление, насколько я понимаю, якорем, поднять, опустить и паусами тоже. Также есть подруливающее устройство. Здесь у нас кнопочки управления лебедками. Очень я вижу тут качественные лебедки, Андерсон применяются. И управление мотором. Как я понимаю, да, механический тросовый привод. Отличное решение. Мотор стоит здесь Янмар. Так же, видите, все шкоты пропущены, линии пропущены под палубы. Соответственно, с двух сторон есть лебедочки. Доступ к этой лебедочке, помимо электропривода, можно и ручкой легко дотянуться. То есть, опять же, концепция реализована, когда тот, кто рулит яхтой, может одновременно, скажем, управлять лебедкой и, в общем-то, не сильно отвлекаться от процесса руления. Но здесь лебедочка тоже электрическая, если мы видим. Вот кнопочка есть для того, чтобы ее запускать дальше. Мы видим пианино и все шкоты уходят под палубу. Что очень хорошее, на мой взгляд, решение. Итак, что мы видим в кокпите? В кокпите мы видим, ну, достаточно простойный. Для этого размера. Вот, с двух сторон есть сиделочки. Рундучков под ними нету. Как я понимаю, да, есть только какой-то небольшой. Вот здесь рундучок. А, нет, это не рундучок, это для хранения шкотов, собственно говоря, места. Ну, пройдемся по палубе, осмотрим. Так, здесь сразу, видите, есть стопор, что удобно можно фиксировать. Фиксировать шкоты, которые они используют, чтобы снять их с лебедки, то есть подтянуть лебедкой и снять. Есть еще стопор для управления, как я понимаю, рейлингом. Вот этим передним по нему двигается машинка, которой можно правильно задать форму, правильную форму паруса. Вот, дек-салон, дек-салон, пилот-салон. Видите, это концепция, когда панорамное остекление, высокая достаточно вот эта крыша салона. Сейчас мы покажем. Смотрите, вот как это выглядит. Наклоненное здесь стекло. Вот, опять же, видите, перекидка для стакселя есть автоматически. То есть стаксель может ограничить или, насколько, соответственно, далеко мы ему позволяем перекидываться. То есть решение такое, что один человек может управлять этой яхтой, и стаксель перекидся автоматически. Даже не надо при выполнении маневра ферштаг, собственно говоря, перекидывать с лебедки на лебедку. С одного бурета на бурет шкоты, которые идут от стакселя. Спереди. Что мы видим на носу? На носу мы видим небольшой бушприт, также с кольцом уже, видимо, под дополнительные пояса. Вот тот же асимметричный генакер. Штаг крепится тоже на него. Это, я понимаю, тоже только выставочный вариант. Там должен быть роллштаг. И обратите внимание, решение для 42-го размера. Очень неплохое, очень глубокий, глубокий люк, реально глубокий люк для хранения вот этого, того же асимметричного геннакера. И есть лючок в отсек, где расположена лежит якорная цепь. И, соответственно, вот она лебедочка, которая приводит якорную цепь в действие. Якорь вот в ложе. Здесь расположено. Да, отсек и люк очень большой. Хотя, не знаю, крышка, откидываемая крышка вот в эту сторону, на мой взгляд, не очень правильное решение. Потому что придется парус перекидывать через эту крышку. И вот это, на мой взгляд, просчет производителя. Если бы крышка откидывалась вбок, это было бы намного удобнее для работы. Для работы с дополнительным парусом. А так, классный глубокий люк. Явно туда все поместится. Но вот эта крышка просто сразу перечеркивает удобство по использованию вот этого дополнительного паруса. Здесь мы видим, в середине проходит такая из Тика панель. Тут вот, наверное, тоже можно положить девушек в купальниках, когда солнечные, они будут загорать. Вот они выходят, наши шкоты, линии, видите, они выходят из-под крыши. То есть ты, перемещаясь по крыше, не наступишь на шкоты. Легко дойти. Смотрите, как высоко. То есть, я стою, вот, смотрите, я стою, мне гик в данный момент до пояса. То есть, это очень интересное решение. То есть, так высоко я еще, наверное, не был ни на одной яхте. То есть, такого удобного доступа, ну, допустим, к лейзи-бэку, как здесь. Наверное, нету. Хотя, опять же, задний конец, он как стандартно над кокпитом, поэтому только около мачты вот этот вот дек-салон позволяет, позволяет, видите, подойти вплотную к гику. Ну, опять же, наверное, если произойдет хайп, перекидывание гика, то тут уже от него не спрятаться. То есть, тут придется ложиться просто на палубу, чтобы тебе не скинуло или не стукнуло при перекидывании вот этого гика. Но для этого надо, как вы знаете, заводить через переднюю утку дополнительный шкод, чтобы удерживать гик в том положении, когда он сильно откинут наброд. и исключить риск вот этого перекидывания при сменении ветра, при сменении галса, паруса. Вот, вот видите, показывают нам, как вот эти вот прячутся тросики. Вот, итак, еще раз, теперь мы попробуем зайти внутрь. Значит, вот оно место с одной стороны, с другой стороны. Вот, здесь такая ступенечка перед входом. Надо, опять же, подняться. Ну, кстати, опять, смотрите, опять гик получается на уровне головы, когда мы заходим-выходим. Не могу сказать, к сожалению, что смотрю один, Юрий бы, наверное, дал бы пояснение. Вот, вытягивается вот такой, видите, бренд-щит, он легко вытягивается, вот, и он подпружиненный, так что он вот, просто фиксируется вниз. Пружинка его выталкивает, вверх. Так, ну, спускаемся, здесь, да, стандартная крышечка прозрачная, которая закрывается от воды и прочих неприятностей салон. Вот, спускаемся вниз, здесь, как я помню, вот, для сушки комбинезонов есть такой отсек, он, прямо, видите, расположен у лестницы, вот, сюда можно повесить мокрую одежду, хотя, опять же, наверное, лучше бы он был, все-таки в санузле, в гальюне, потому что, вот, ну, как-то, все это все равно будет капать, хотя, наверное, удобно. Здесь у нас вот такая вот лестница, вижу, здесь уже сделана подготовка под кондиционирование, точнее, установлен кондиционер, стол, видите, ножки позволяют регулировать высоту, стол складной, и, видимо, здесь может быть, когда он разложен и опущен, еще одно спальное место для дополнительного экипажа, для дополнительных членов экипажа, вот, ну, вот концепция ДЭК-салона подразумевает, видите, когда мы стоим, мы можем легко наблюдать, что происходит у нас снаружи, то есть, не только по бортам, но также вот и вперед мы можем это видеть, вот, ну, посмотрим сейчас, что мы еще видим в салоне, большой холодильник, эти два, два, два выдвижных вот таких вот, шкафа, вот, плита подвешенная, мойка, я так понимаю, всевозможные ящички, кстати, вот это вот с веревочками решения, наверное, такая особенность, вот, яхтовая АКЕ, в этом случае у других производителей кнопочки, наверное, эти веревочки долго не выходят из строя, вот такая система, где простенькая пружинка, видите, никаких там сдвижных частей, все очень, очень, наверное, долговечно, посмотрим, что у нас здесь, здесь еще тоже, видите, полки для хранения, вот, как я вижу, тут управление кондиционером, пультик, и управление, видимо, освещением, да, а, это, о, это, смотрите, затемняет, меняет прозрачность вот этого вот окна, иллюминатора, вот, видите, еще раз показываю, оп, вот такая опция, то есть, не надо шторой дергать, просто покрутил ручечку, и все, это вот, нужно свет включить, выключить, даже боюсь, еще тумблер, а, это подсветочка кнопок, видите, включается, выключается, кнопочки, видимо, ночная подсветка включается, так, ну, здесь просто французский шик, прованс, эти вот такие вот кожаные ручки на шкафах, просто отделка, отделка кожей, вот так вот это все сделано, вот такой, видимо, дается багажный, багажная сумка для их смена, которая приобрел эту яхту, передняя каюта достаточно большая, вот, спальная кровать, как мы видим, есть розеточки, также управление, видимо, освещение, USB-поэт, вот, все это включается, подсветка, вот такая, видите, Ambilight включается, и отдельные точечные светильники, вот, и здесь у нас гальюн, умывальничек, вот такие вот шкафчики, кстати, простойные, видите, там тоже розетка есть, вот, тоже управление, вот такими, очень, кстати, приятные, сделаны металлические тумблеры, прямо вот, приятно ими работать, щелкать, вызывает ощущение надежности, вот, и здесь у нас, вот, крючочек, крючочек мы сейчас отцепим, вот такая душевая кабина, видите, она тоже, как бы, отдельно, отделена перегородками можно полностью, полностью закрыть вот эту вот стеклянную перегородку и принять душ, находясь там, вот такой вот здесь душ, вот управление душем, но правда, вот такое решение, что здесь проходит вот эта труба, на которую, видимо, опирается мачта, ну, спорное опять решение, он, наверное, производитель знает, что ничего страшного с этой никелированной мачтой и пробой не произойдет во время приемки душа. Так, выходим, смотрим дальше, под сидением у нас, видимо, есть тут ящички, да, вот, пожалуйста, видите, можно еще что-то сложить, какую-то одежду или вещи под кровать, вот, ну, посмотрим теперь, что у нас сзади, дек-салон подразумевает, что передняя каюта большая, двухмеду спальная и задняя. Остановимся сейчас на вот таком решении, видите, это шпойманский стол, здесь стоит, как я понимаю, то есть, этот съемный планшет, который, в принципе, можно снять и работать с ним, допустим, в кокпите, то есть, он, тоже интересное решение, что не стационарный дисплей от навигации, а вот все применяется планшет, ну, здесь вот управление приборами и дополнительное управление автопилотом, также есть ящик, а вот в ящичках прячется, видите, рация и кнопки управления, пульт управления, видите, всякими функциями, тоже здесь притаился, вот в этих белых шкафчиках, ну, и вижу развлекательная система Fusion, вот здесь у нас что, вот здесь тоже есть еще управление вип-баста, переключение генератора, точнее, питание можно переключить, я так понимаю, на причал, на генератор второе положение, хотя, достаточно странное решение, сейчас уже это все хорошие инверторы делают автоматически, и вот она большая каюта, ну, видите, опять тот же французский шик, шкафы отделаны кожей, ручки кожаные, правда, не знаю, конечно, при долгой эксплуатации боюсь, что вот эти ручки могут оторваться, собственно говоря, но не эксплуатировал такую яхту, поэтому, еще раз оговорюсь, это только мое предположение, опять же, вот блок управления освещением, прекрасные вот эти вот, видите, тумблера металлические, опять же, затемнение, как я понимаю, всех окон, вот таким, видите, крутящимся, вот таким крутящимся, сделанным вот такой крутящей ручечкой, вот тут есть с этой стороны диванчик, такое сиденица, большая двуспальная кровать, проход, и, так сказать, этот мастер гальюн, наверное, можно так выразиться, вот для, как бы, всегда считается, что задняя каюта, она для владельца яхты предназначена, ну, две каюты, всего-то четыре человека, но максимум со сдвижными, вот этим опущенным столом, может быть, шесть, поэтому, однозначно, мы думаем, что эта яхта не для каких-то чайтерных компаний, а именно для владельцев, которые хотят на 42-ом размере почувствовать себя в полном комфорте и путешествовать вот с максимальным просто удовольствием. Ну, вот там есть опять же ящички, сейчас мы посмотрим, как это выглядит, вот такой есть шкафчик для хранения, тоже каких-то вещей, вот видите, подвес для полотенца, люк для проветривания, вот шкафы, такие за зеркалами сделаны, туалет, туалет электрический, я вижу, вот кнопочка управления, ну, и вот моречка наша для рук, так что вот такой здесь гальюн, очень симпатично все тушить, отделяется стеклянной перегородкой, и опять же, принимая душ, вы не забызгаете, кстати, вот есть сиденья, видите, тоже во время качки, удобно, можно, если вы это делаете во время перехода длительного, присесть на такую скамеечку и не надо держать равновесие, вот так что, вот такая яхта, вот видите, отсюда можем посмотреть из кабины владельца в кокпит, дать указание рулевому, кликнуть, куда рулишь, вот, а так, здесь у нас что еще, вот видите, есть люки, но это уже, там просто виден, виден корпус, ничего уже интересного, это, я так понимаю, доступ к моторной отсеку у нас, не открылся, не будем ломать, яхту, потом придется покупать, как я понимаю, если мы что-то здесь повредим, вот, еще раз хочу показать, наличие точных светильников, подсветочка идет, вот, по кам, подсветка над кухней, вот здесь, опять же, вот видите, как, есть такой органайзер, куда можно поставить тарелочки, блюда, блюдца, видите, все вот это вот, вот так вот, в пилот-салоне не оборудована, интересная, на самом деле, концепция, все, очень разумно, распределено, все компактно, меня, единственное, смущают, вот эти вот, кожаные, кожаная отделка, на дверях, ручки на шкафах, кожаные, но в остальном, я скажу, ребята, это, очень интересная, яхта, и, наверное, владеть такой яхтой, просто здорово, так что, обратите внимание на марку Варке, это, дочерняя, сейчас, марка компании Бенету, производителя, такой, массового сегмента яхт, а это, вот, можно сказать, эксклюзив для частного владельца, но есть, здесь в этой линейке, оговорюсь, есть, конечно же, пилот-салон и больших размеров, то есть, есть и 48-й, и, по-моему, 50-й, какой-то, сейчас не вспомню, но вот эта самая маленькая яхта СОЯК-2, то есть, компания решила быть ближе к потребителю, хотя, я не уверен, что, как бы, цена на эту яхту делает ее прям доступной, вот, и так, уходим с яхты, спасибо всем, кто был с нами, ну вот, мы показали вам, это был обзор яхты в Аке, пилот-салон, СОЯК-2, фута, интересная яхта, интересная концепция, отличается от яхт Бенетука, то есть, собственно говоря, мы можем видеть вон на соседнем стенде, всем спать, пока! СОЯК-2,